итак вот я довязала наш ряд высоту в ширину то есть довязала до того места как я вам сказала где вы должны остановиться вот такая у меня получается кокетка она довольно таки большая у меня потому что у меня толстая пряжа у вас значит я не не могу сказать почему потому что у вас же своя пряжа вы если обратите внимание я вот разложила ее в таком виде еще что хочу сказать видите у меня немного волнит это все из-за того что у меня пряжа вискоза с хлопком и она немножко тянется привязки когда отгладится выстирается в этого примет будет все нормально на этом наша кокетка вывязывание нашей кокетки заканчивается и дальше мы с вами сделаем распределение то есть на рукава назад на спинку и хотел сказать на задние части на перед на спинку и на перед и уже просчитаем с вами подрезы какие нам нужно будет сделать и затем значит начнем вывязывать росток еще помимо этого я же должна вам рассказать на тех у кого размер не маленький скажем так вот я вижу на себя и если сравнить эту кокетку и эту кокетку естественно она гораздо меньше потому что тоньше ниточка так что для тех кто вяжет тоненькой ниточкой я хочу еще рассказать как вам провязать один ряд нашего раппорта высоту раппорта что же я все время раппорта так смотрите в принципе ничего нового я вам не скажу как мы и вязали до этого времени до этого ряда мы провязываем 4 воздушных петли один два три четыре если вам не видно но извините меня в принципе могу и на том ладно на этом покажу я надеюсь что будет видно вот мы сделали один два три четыре пропускаем также два столбика и в третий столбик провязываем два столбика без накида далее 1 2 3 три вверх в вершиночки 1 2 3 пропускаем четвертую вступаем и провязываем два столбика в каждую вершинку то есть вершинку первого столбика мы провязали и вершинку 2 провязали далее 1 2 3 1 2 3 вновь провязываем два столбика подряд и значит я хочу вам сказать почему как мы делали вот показать как мы делали в предыдущем то есть смотрите мы провязали в начале два столбика затем два столбика подряд так где у меня начало не там начало у меня наверно вот здесь сейчас я найду вот отсюда начало значит вот мы провязали первоначально вот видите отсюда два пропустила два столбика в одну вершинку здесь мы два столбика подряд вяжем 3 воздушных петли опять два столбика подряд и здесь получается мы делаем два столбика в одну петлю в вершинку этой петли но если вы помните здесь мы через одну делали то есть провязывали в начале вершинку два столбика затем два столбика подряд и потом опять вершинку 2 то есть идет на увеличение наши вот эти вот два столбика подряд в этот в этом ряду мы должны провязать уже не два раза а три раза то есть еще раз еще раз мы провязываем 3 воздушных петли 1 2 3 два раза мы уже по две петли провязали провязываем 3 раз еще по две петли то есть по столбику неправильно сказала не по 2 по столбику в каждый столбик мы провязали а вот теперь 3 воздушных петли и уже мы вывязываем вершинку столбика 2 столбика без накида в одну вершинку я надеюсь вы поняли то что я объяснила может быть немножко бурно я прошу прощения но вот я еще раз повторюсь здесь мы должны значит первоначально сделать 4 воздушных петли в основании пропускаем 2 столбика далее из следующего столбика мы вывязываем 2 столбика без накида далее мы пропускаем в основании 3 столбика и в 4 провязываем 2 столбика подряд 4 и 5 провязываем 2 столбика без накида в подряд далее опять 3 в основании пропускаем делаем 3 воздушных петли и вступаем в начале в один столбик потом рядом с ним далее опять 3 воздушных петли 3 пропускаем и далее опять 2 стол 2 столбика без накида подряд 3 воздушных петли и здесь уже мы провязываем 2 столбика в одну вершинку то есть дальше мы должны провязать 3 раза через 3 вершинки по 2 столбика то есть это сейчас я вот сделать 3 воздушных петли дальше вступаю вершинку столбика и рядом то есть два столбика подряд 123 три вершинки пропускаю в четвертую пятую провязывая 123 вновь 123 пропускаю четвертую пятую провязываю сделала так три раза то есть у нас вот провязана два столбика в одну вершинку здесь два столбика подряд два столбика подряд два столбика подряд и настала очередь нам сделать два столбика в вершинку вот таким образом вы провязываете до конца ряда по идее у вас должно сойтись но если не сошлось вы опять регулируйте как я вам объяснила то есть вам нужно будет отрепетировать вот эти вот арочки для того чтобы у вас получился рапорт ну вот на этом сегодняшнее видео я заканчиваю встретимся следующем видео в котором я еще раз повторюсь мы разделим наши рапорты уже на рукава спинку и перед и вывяжем с вами росток сформируем подрезы сделаем расчеты на подрезы и будем заниматься ростком ну все мои хорошие подписывайтесь на мой канал ставьте лайки делитесь со своими друзьями может быть кто-то еще захочет связать такое же изделие таким же узором до новых встреч до новых видео а с вами была ирина добрый день дорогие друзья я вновь приветствую вас на своем канале всех моих подписчиков и всех тех кто еще не подписался те которые просто зашли в гости я вас призываю подписывайтесь на мой канал и возможно вы свяжете такое же платье вместе с нами это пятая серия серия пятое видео посвященное вязанию платья ворожея вяжем мы его крючком и в предыдущих видео было рассказано о том как связать нашу кокетку вот до такого места то есть я вам рассказала все как вяжется наша кокетка мы связали с вами две полосочки если можно утрированно так назвать ну по-другому два рапорта в высоту вот и теперь мы приступаем к вязанию третьего рапорта ничего нового здесь я вам не скажу это будет больше теоретический такой теоретическое видео потому что мы практически уже с вами вязали аналогично то что я сейчас я вам буду рассказать значит вы должны были связать вот в этом месте самостоятельно полностью вот до вот этого места и дальше мы опять вяжем одну воздушную петлю и три петли подъема ну если можно сказать вот здесь одна воздушная петля подъема и три воздушных петли дальше мы точно также провязываем через два столбика в первый столбик и сюда же провязываем еще один затем делаем 1 2 3 воздушных петли пропускаем в основании три столбика три вершинки наших столбиков вступаем четвертую провязываем столбик без накида и в пятую столбик без накида так мы уже вязали далее 1 2 3 опять провязываем 1 вернее отсчитываем 3 столбика и провязываем в четвертый и пятый по одному столбику без накида если вы помните то значит предыдущем видео я здесь рассказывала что мы провязываем в начале два столбика в одно основание столбики без накида затем в каждый столбик по столбику и здесь мы опять провязывали два столбика ну а в этом ряду мы два раза провязываем по два столбика подряд далее мы опять три воздушных петли делаем пропускаем три столбика и вот сейчас мы опять в основании провязываем два столбика без накида и далее вяжем вот аналогично повторюсь если у вас не совпали столбики ну то есть в том смысле что останется 2 или допустим 4 лавируйте самостоятельно но по идее сейчас у вас уже должно все совпасть потому что мы вот как бы в этом месте откорректировали но в крайнем случае если у вас это этого не случится то есть не совпадут то вы опять самостоятельно это все откорректируйте а дальше у нас идет повторение того что мы вязали то есть вот все то же самое вы провязываете самостоятельно и значит вот вяжите до этого места сейчас я все тоже провяжу покажу что получилось у меня а в следующем видео мы будем с вами распределять наши рапорты на рукава на перед и будем вывязывать росток